Чтобы жили для правды Однажды я ехала в поезде, возвращаясь из дальней поездки. Моей соседкой Покупе была женщина средних лет, очень разговорчивая. Когда мне, наконец, удалось, раскрыв Библию, начать чтение, она тут же объявила о том, что всю жизнь верит в Бога, с гордостью сообщив название своей церковной динаминации, хотя попутчица добавила, что веру в Бога она получила по наследству от своих родителей и что эту очень дорогую ей родительскую веру она никогда не поменяет ни на какую другую. И я поинтересовалась, помогла ли вам ваша родительская вера освободиться от вины за грехи, чтобы жить для правды? Она удивленно ответила, «Зачем мне от чего-то освобождаться? Я ведь не какая-то грешница». Я попробовала объяснить ей, что Библия совсем по-другому освещает этот вопрос. «Нет праведного ни одного. Все согрешили». Римлянам 3 глава, 10-23 стих. Но она уверенно повторила, «Нет, нет, это совершенно не обо мне». Поезд уже подъезжал к конечной станции. В купе зашла проводница и протянула нам два наших билета. В конце пути их положено возвращать пассажирам. Я сказала проводнице, «Мой билет мне не нужен». Но моя соседка свой билет взяла и почему-то очень недовольно посмотрела в мою сторону. После того, как проводница вышла, наследница родительской веры горячо попросила меня, «Если вам не нужен ваш билет, тогда возьмите его, пожалуйста, у проводницы и отдайте мне». «А зачем вам мой билет?» Удивленно спросила я. «Сдам оба билета в бухгалтерию фирмы, где я работаю», охотно объяснила она, «и тогда получу больше командировочных денег. Моя поездка была служебной». «Извините, но я не могу выполнить вашу просьбу», сказала я. «Почему?» Возмущенно отреагировала моя попутчица. «Согласно своей веры, я не хочу участвовать в неправде», ответила я и тут же спросила ее. «Кстати, а как бы вы стали объяснять бухгалтерии наличие у вас двух обратных билетов вместо одного?» Она доверительно сказала. «В такие тонкости никто не вникает. Главное, чтобы было документальное основание для нужной выплаты. Обычно я дарю коробку конфет, и тогда вообще все обходится без лишних объяснений». «Весь мир лежит во зле». «С печалью тихо сказала я», вспомнив известные слова из Библии. Моя попутчица, видимо, услышав эти слова, поспешно воскликнула нарочито бодрым голосом. «А вот это точно. Везде одно только зло». Но по растерянному лицу этой женщины было ясно, что ей не по себе. Возможно, она впервые поняла, что с ее придуманной верой что-то не в порядке. Пусть остановился. Мы с ней вышли на перрон и, попрощавшись друг с другом, пошли в разных направлениях. «Так хочется, чтобы эта дорогая душа не угасила в своем сердце первой искорки прозрения, посланной ей любящим Богом, и приобрела единственно правильную живую веру в распятого Иисуса Христа, умершего за то, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды». 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Живая вера от неправды щит. Кто ходит перед Богом, не грешит. Спасителя всем сердцем возлюбя, рожденный от Него хранит себя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok